Ехали, снимаем. Стеценко Николай Станиславович, главный редактор газеты «Нужная правда», председателем областной организации Национального союзника Украины. Вопрос ко мне был задан, знаю ли я о том, что есть подростковый алкоголизм в Украине. Конечно же, это мне известно, и то, что Украина занимает одно из первых мест, или даже первое место, это для меня, конечно, неожиданно такое слышать, но, к сожалению, такое и есть. Как Вы думаете, сколько в Николаевской области зарегистрировано детей алкоголиков и наркоманов? Я не буду угадывать цифру, я конкретных цифр не знаю, но то, что они есть, и наркоманы, алкоголики, дети, это однозначно. Они есть в Николаеве, они есть в области, и, естественно, их соответствующая служба регистрирует, и много еще, и остается и вне регистрации такой. Поэтому, конечно же, они есть. Усложню вопрос. Как Вы думаете, какое количество вне регистрации? Я сейчас скажу эту цифру официальную, которую нам... Я не буду угадывать, но я думаю, что от третьей до половины еще и не регистрированы. От третьей до половины зарегистрированы. Хорошо, что Вы сидите, потому что если бы Вы стояли, я думаю, Вы бы упали. Зарегистрировано четыре человека на всю Николаевскую область. Один в Вознесенске, в Первомайске, в Южноукраинске и в Николаеве один мальчик. Я хочу с этим мальчиком очень познакомиться. Что это за... Да, действительно, если отталкиваться от этой цифры... Это официальные данные данные? Почему мы это скрываем? Почему мы при всей гласности, при всей открытости, при всей сегодня максимальной... Мы можем залазить куда угодно, журналисты. По-моему, сегодня уже тем, где бы не осталось этих тем. Почему эти цифры от нас? Хорошая постановка вопроса. Те, кому положено этим заниматься, не хотят афишировать по-видимому, к нам не идут. Мы журналисты, мы представляем средства массовой информации. Но, в свою очередь, я чувствую и нашу вину, что мы сами из-за редакции этим вопросом не интересовались. Поэтому, спасибо. Георгий Александрович, у меня дома большая коллекция. Вот я просто раньше так ножничками так, бах, вырезал, вырезал. Вот раньше было гораздо больше материала, вы писали у вас в газете. Я шикарный материал нашел Костюк. Эл Костюк, ну просто шикарный. Да, Людмила Павловна Костюк. Ну, Людмила Павловна, да, конечно. И просто, как бы там написано, Эл Костюк. Шикарнейший материал нашел. Ну, еще этим вот, не компьютерный, а там 80 какой-то год. Ну, Советский Союз еще. Тогда как-то больше это все писал. Вы видите, вы сами сказали, Советский Союз до 91-го года, это, конечно, присутствовало на странице газеты. Я работал и в те времена, работаю сейчас, но совершенно изменилась ситуация. И сейчас я должен с унынием это признать, что в редакции такого плана нет. И ваша постановка опроса, я думаю, нас даже заставит задуматься над этим, и мы будем что-то делать. И так как вы назвали имя нашего журналиста Людмилы Павловны Костюк, то может даже ее привлечем. Ответственно, назначить ответственно. Да, да. И попросим поделиться опытом и пойти дальше, потому что молодые журналисты совершенно этим не владеют. А мы уже пожилые, так сказать, уже отошли от этого, забыли. Ну, и мы хотим наше молодое общественное движение «Родители против наркотиков», хотим пригласить вас в наши ряды, как бы даже в правление нашего движения. Вот, хотим вас пригласить, у нас там... Я соглашусь, и по линии борьбы с наркотиками, с наркозависимостью, у нас публикации есть. А мы не разделяем, вы знаете, вот мы как... Вы объединили это дело, поэтому у нас есть и журналисты, которые этим занимаются, я думаю, мы подключим журналистов. А мы как бы вот начитались в Всемирной Организации Здравоохранения, они там не отделяют героин, что это наркотик. Наркотик – это пиво, это сигареты, это водка, вино, вот это все наркотики. Зависимость есть. Слава Богу, и Верховная Рада взялась за это, принимает законы сейчас хорошие, потому что мы видели, что молодежь, что такое слабоалкогольный напиток или пив. А мы же видим это на улицах. Как Вы думаете, что мы должны сделать в самую первую очередь? Какие наши движения должны быть для того, чтобы придать этой программе? Наверное, Ваша инициатива, ее следует поддержать. Я согласен, что мы будем работать по линии средств массовой информации и подключать и печатные, электронные средства массовой информации, чтобы работать в этом направлении. Синяком поддерживаю Вашу идею и буду только помогать. Спасибо, спасибо.